привет ты на канале коптерка и это восьмая серия о моем путешествии в грузию сегодня я покажу вам сон эти высокогорное село уж гули и много всякой разные горной красоты погнали и так сегодня мы в сон эти окруженная горными хребтами сон эти всегда жила какой-то самостоятельной жизнью по своим правилам здесь всегда полагались больше не на какие-то внешние законы а на мнение и слова выбранных старейшин кланов лишь в последние десятилетия сюда пролегла автомобильная дорога а в столице месте появился аэропорт первое и главное что мы хотели сделать сон эти это отправиться в местечко уж гули которая находится в 46 километрах от месте это такая маленькая грузинская община в которой проживает не более двух сотен человек шесть месяцев в году уж гули отрезано от мести из-за снежных завалов когда ехать до этого места на центральной площади мести полно частников на внедорожниках которые берут за машину где-то 80 или 100 лари дорого но дорога туда просто адская но и цена зависит от того сколько людей соберется ехать камаз застрял все стоят ждут пока выберется чем круче машина тем дальше бежать до трактора по дороге в уж гули в этот день случилась небольшая неприятность камаз груженный большим количеством вещей одного переезжающего грузина застрял в колее пришлось ждать трактор из соседнего села и наблюдать как его будут выдергивать было интересно смотреть как грузины помогали друг другу выйти из этой неприятности эмоционально заинтересованно горячо каждый норовил подсказать объяснить как сделать лучше интересное зрелище в глухой грузинской деревне прямо часть экскурсии такая получилась продлилось все это действие где-то час за время которого я и полетать успел и представление насладиться и и и Сваны, несомненно, отличаются от грузин. Начнем с того, что все сванские фамилии оканчиваются на Ани. У сванов есть собственный язык, при этом жители Сванетии двуязычные, так как владеют еще и грузинским. Многие сваны понимают и по-русски. Водители экскурсионных внедорожников по-русски говорят хорошо. Сказать, что дорога сложная, вообще ничего не сказать. Ехать около 50 км надо где-то 2-3 часа. Весной тут хорошо, а летом просто жарище. Постоянно трясет и качает, а про обрывы, обвалы, встречный трафик и местных водителей и говорить не стоит. В общем, то еще веселое путешествие. Едем дальше. А я продолжаю рассказ о жителях Сванетии. Сваны гордые, но сдержанные. Не станут сознательно задевать или обижать. Более того, даже ругаться не будут, ведь самое плохое слово в сванского языка – дурак. Других бранных слов просто нет. Это неудивительно для народа со средневековыми обычаями кровной мести. Чем меньше поводов для обид, тем лучше. Родовой уплат жизни и независимый нрав привел к обычаям кровной мести. Один за всех и все за одного. Глаз за глаз и зуб за зуб. Это все про них. Пожар мог вспыхнуть из-за оскорбления, из-за женщины, из-за земельных переделов. Противостояние и месть между кланами могла длиться сотни лет. Но с другой стороны, обычай помогает сохранять порядок. Люди стали сдерживаться, стараясь не оскорблять словами и делом соседей. Они понимали, что своими действиями несут ответственность перед всей общиной, даже перед своими будущими детьми и внуками. Теперь несколько слов о знаменитых сванских башнях. Принято считать, что все многочисленные сванские каменные башни – это крепости. Башни в большинстве своем соединяются с домом. Забравшись наверх по убираемой веревочной лестнице и имея склад запасов, хозяин мог долго отсиживаться в ней, оставаясь неуязвимым. Но на самом деле спектр применения башен гораздо шире. В первую очередь они сооружались как дозорные и сигнальные сооружения, особенно те, что на краю селений. Едва появлялся враг, на башне зажигался огонь. Его примечали на следующей башне и так далее. Вскоре все ущелье было предупреждено о приближении неприятелям. Башня – надежное укрытие и от снежной лавины способны закатать в один большой сугроб весь двор или даже часть села. В конце концов башни стали признаком статусности и состоятельности семьи. Чем больше башен или чем они выше, тем род более знатно. Сейчас каменные сооружения практически не используются. Лишь в немногие из них пускают туристов. А с 1996 года эти башни вошли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще Сванетия известна альпинизмом. Самая известная вершина Сванетии – двурогая гора Ужба, обиталище нечистой силы. Кроме мистики, она еще и невероятно сложного рельефа. Сами Сваны на нее долгое время не поднимались, хотя весь мировой цвет альпинизма пытался ее штурмовать. В 1906 году охотник Мурадби Кибалани идет в качестве проводника с англичанами и сообщает землякам о покорении. Свану ему просто не поверили, но Мурадби должен отстоять свою честь. Теперь он тащит за спиной вязанку дров и разжигает на вершине огонь. Так началась история взаимоотношения Ужбы и альпинистов-сванов. Самый известный из них – Михаил Хергиани, возможно, самый известный Сван. Ему посвящались ихи Высоцкий и Висборг, а зарубежные коллеги прозвали не иначе, как «Тигр-скал». А еще Сваны очень гостеприимны, впрочем, как и все грузины. Сами мы не опробовали это на себе, так как снимали номер в гостинице. Но про гостеприимство Сваны входит легендой. Говорят, что принято приезжать в Сванетию не на Абум, а с предварительным бронированием, а точнее, нужно просто понимать, к кому именно ты едешь. Гости ждет доступ и в закрытую остальным родовую башню, бесконечные застолья, песни, десятки тостов, поход в горы, на охоту, на пикник, к леднику, конные прогулки. В общем, all-inclusive, насколько это понятие применимо к Сванетии. Все гости влюбляются в этот край независимо от времени года и погодных условий. А это башня любви, одна из самых знаменитых сланских башен. Она находится по пути в Ужгуле и ее удобно можно сфотографировать всем, кто проезжает мимо. Возвышается эта башня на небольшой скале над рекой Ингури. По легенде, башня построена отцом для дочери, которая потеряла возлюбленного и после этого провела остаток жизни в этой башне. В башню можно попасть за символическую плату от 1 до 5 лари и подняться на верхний ярус. Виды из башни открываются великолепные. И так сегодня 11 день и мы уезжаем и вместе и в Батуми. Хочу показать номер, который у нас был. Оказался одним из самых лучших, хотя я думал, что в этом горном захолустье будет совсем все по-другому. Оказалось, что это совсем не захолустье, а крутое туристическое место, где люди подготовлены и офигенно. Крутые гистхаусы, отели и кафешки, рестораны. Вообще тут все просто на высшем уровне. Такой вот номерок у нас был с двумя окошками, ну точнее с балконом. С почти сделанным, но это не портило его уникальности. С видом на Сванские башни, со всякими там стойками для одежды, с вешалками, с крутой кроватью, с офигенским окном, с видом на горы. Тут вот башенка у нас большая, Сванская стоит. Прекрасно, там горы. Затем, все виски, с отделением, сухой, пакет, если же виски овощи, с турбинride и пакет, я не знаю, что все с этим работают. Требина на ферсом, но даже все альтернат, я не знаю, что виски овощи не актуете, с ферсом, но виски растутся. Требина на ферсом, Немного, яича виски не знаю, там он еще строится номера еще будет круто тут балкончики почти готовы но еще не закрытые вот так тут классно красиво очень атмосферно там речка течет тут горы ну просто шикарно птицы поют а внизу кафе ресторан для завтраков и зона вай фай и 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 тут у нас где-то машина стоит свободно можно выезжать и наша ванная крутой душ с перегородкой что редкость это бывает так что даже бордюрчика снизу нет просто вода течет по полу и все тепло хорошо змеевик есть что кстати есть не во всех гестхаусах ну и вообще чистенько аккуратненько и пен даже вот такое стекло это вообще просто писк моды мы провели вместе уже две ночи и сегодня перед выездом в обратный путь посетим ледник чела ади дорога до ледника вполне сносная можно доехать на своей машине добираемся до подвесного моста через речку оставляем машину здесь а дальше только пешком до ледника приблизительно два с половиной километра можно прямо до льда дойти даже потрогать его если вам повезло с погодой и временем года дорогу туда-обратно у нас заняла часа три ну как дорога тропинки камни и ручейки специальной обуви в принципе не нужно можно и в обычных кроссовках вполне комфортно прогуляться но и трекинговое что-нибудь не помешает если у вас есть и идти несложно смысле заблудиться почти нереально потому что есть вот такие вот пометки краской как лежит путь если вдруг ты три минуты их не видишь значит идешь неправильно возвращать на предыдущую пометку а так почти дошли нелегко конечно городскому жителю 20 километров по горам идти даже сравнительно не высоко поднимаясь не самый сложный маршрут а в конце еще и отличный вид на ледник и окрестности наше посещение выпало на весну так что ледник мы не увидели но виды этого ущелья просто поражают своей красотой ну и еще одна важная деталь земля в горных районах каменистая очень бедная да и укрыты снегом большую часть года это редкий регион грузии в котором не восхваляется местное вино да и вообще кроме картошки мало что растет главная кулинарная особенность и традиционный сувенир известны далеко за пределами сванете это сванская соль на огородах возле домов выращиваются горные травы уцхо цунели чеснок и меретинский шафран кинза острый перец и прочее если ты был в сванете и не привез с собой пакетик сванской соли считай зря съездил провалы в снегу могут быть очень опасными камешки остры и можно порезаться тут все здороваются с проходящими сейчас буду проводить эксперимент и тоже буду здороваться со всеми а вот такая классная поездка у нас получилось слоните мне невероятно понравилось здесь и очень хотелось бы вернуться еще но только теперь обязательно летом такие тут красивые горы со снежными шапками зеленый лес и бурные речки еще есть и другие экскурсионные маршруты так что будет не скучно а на этом у меня сегодня все пока а 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 Субтитры подогнал «Симон»